Школьницы из Чебаркульского района спасли двух детей. Мальчики провалились в воду, а один из них с головой ушел под лед. За смелый подвиг юный героин теперь готовится представить к награде. С отважными сестрами из деревни Козбаева познакомился мой коллега Денис Киселев. Если бы мы в этот день шли бы по этой же тропинке, мы бы не заметили мальчишек. Для очистки пруда в деревне Козбаева вырыли траншею. И привычный путь для местных оказался недоступен. Поэтому жители пробираются из одной части деревни в другую по тропинке через болото. Здесь же обычно ходят и двоюродные сестры Виолетта и Эмилия Нуранбековы. Но однажды, возвращаясь поздним вечером из школы, девочки решили подойти к траншее. Но почему-то в этот день нас потянуло именно пойти вот этой дорогой. И мы услышали крики о помощи, подбежали к этому месту и увидели, как вон там уже мальчики в Ипсутоне. Глубина траншеи больше четырех метров, а вода в ней ледяная. Времени на раздумие у сестер не было. Действовать они начали незамедлительно. Один из мальчишек уже начал тонуть. Спустились и увидели двух мальчиков. Арсений, он уходил с головы под воду и Максима. Сначала мы с сестрой вытащили Арсения, потому что он больше нуждался в скорой помощи. Потом мы спасли Максима, вытащили из воды, подтянули за руки. И пока Виолетта оставалась с младшеклассниками, Эмилия быстро побежала домой. Но не от страха, а за помощью. Я побежала бегом домой за теплыми вещами, взяла теплые вещи и обратно прибежала. Мы сняли мокрые куртки их, не тяжелые, переодели на сухое. И потом позвали взрослого, чтобы он их увез домой. Когда мальчишек увезли греться, сами сестры отправились домой к Эмилии. Ее мама пришла на помощь уже самим героиням и долго успокаивала взволнованных девочек. Их трясло, плакали. Я сама-то давление поднялась, боялась. Ну, когда вот я говорила до этого дня, они приезжали, что кто-нибудь пока не утонет, говорю, вы нам, наверное, дорогу не сделаете. Часть траншей засыпали уже на следующий день после инцидента. А самих девочек готовятся представить к награде. Им вручат медали МЧС России за спасение погибающих на воде. Если бы была такая ситуация снова, мы бы снова кинулись на помощь.